Великие сыны Поднебесной Империи, Конфуций и Лао-Дзи, встретились один на один, без свидетелей, и никто не знал, о чем они говорили. Однако известно лишь, что Конфуций покинул хижину Лао-Дзи в смятенном состоянии, и когда его ученики обступили, спросили, «Мастер, что вы думаете об этом учителе?» Он ответил, «Сегодня я видел дракона. Это не человек, это дракон. И сегодня я видел дракона». Что же произошло в тот удивительный день во время встречи двух мастеров Востока? Их диалог, по сути, был спором, дискуссией, словесной и смысловой баталией, схваткой. И в этом сражении триумфально и окончательно победил именно Лао-Дзи. Сам Конфуций признал свое поражение. Итак, зададимся вопросом, почему Лао-Дзи победил Конфуция? Существует точка зрения, согласно которой искусство диалога состоит в умении говорить на языке собеседника. То есть мы должны встретить собеседника в его привычной картине мира, как бы подыграть ему. Тогда мы сумеем блистательно провести диалог. Это правда? Это так? Не совсем, если судить о Лао-Дзи. Беспристрастно. Логика, согласно которой Лао-Дзи ведет свой диалог с окружающим миром, называется парадоксальной логикой. Это логика парадокса. Вспомним знаменитое изречение Лао-Дзи. Великая прямая. Видится мне не прямой. Мы могли бы продолжить смысловой ряд. Великая стена вовсе не видится мне стеной. Но все дело в том, что к моменту беседы Конфуции Лао-Дзи, великой стены еще не существовало даже в проекте. Вернемся к озвученной выше сентенции об искусстве диалога. Эта сентенция верна с одной значимой поправкой. Искусство диалога начинается вовсе не с умения говорить, а с умения слушать или молчать, безмолвствовать, внимать собеседнику. Конфуций в своем разговоре с Лао-Дзи начал говорить первым. И именно поэтому он проиграл спор. Лао-Дзи начал диалог сослушания собеседника. И в итоге он обернулся драконом. В русском языке есть замечательный глагол «внимать». Каждый, кто претендует на роль пророка, учителя, мастера, должен прежде всего научиться слушать и слышать. Как тут не вспомнить знаменитое наставление Александра Пушкина. «Восстань, пророк, и вишть, и внемли, внемли». Конфуций претендовал на титул пророка в своем отечестве, в Поднебесной империи. Лао-Дзи ни на что не претендовал. Он всего-навсего стремился постичь первозданное Дао. Дао. Некое космическое, универсальное начало всей Вселенной, всего мироздания, всего бытия. Это и есть Дао, которому следовал Лао-Дзи. В своем непостижимом принципе, увей, недеяние, пассивного, медитативного созерцания происходящего. И так признанный мэтр философского жанра, автор книги «Суждения и беседы», благородный муж, Конфуций, посещает скромную хижину Лао-Дзи. Лао-Дзи хранит молчание. После долгой затянувшейся паузы, Конфуций обращается к Лао-Дзи с вопросом, «Скажи мне, что есть Ли?» Что есть Ли? Стоит пояснить, что термин Ли является поливалентным, полисемантичным и многофункциональным термином в древней китайской философии. Его можно сравнить с термином Логос в философии древнегреческой. Логос у греков – это принцип развития всего сущего. Так же и в китайской философии Ли – это духовный принцип сущего, в то время как Ци, отсюда Цигун, Ци – это материальная стихия. Ли означает принцип, порядок вещей. Форма истолковывается как Ли. Духовное, нематериальное начало всего мира истолковывается как Ли, и ему противоположно Ци. Так что если? В следующем нашем видео мы ответим на вопрос, что если? Ответим устами Лао-Дзи.